Доброго времени суток, друзья и подписчики канала. Первый пробный слой на работу я уже нанес. В плане эксперимента на видео не снимал. Сейчас мы будем делать второй слой. Уже более, наверное, сантиметр зальем. Берем нашу смолу от компании Artline. Наверное, 50 мл мы сейчас побахнем. То есть мы добавляем 50 мл смолы на 25 мл отвердителя. Как видите, течет очень хорошо. Ну а смола даже погуще, чем отвердитель. Отвердитель вообще жидкий. Как-то научно подвижный. Берем наш отвердитель. Ну, вы видите, он вообще как вода. Добавляем 25 мл. Итак, берем наш зеленый краситель. Если первый слой мы подкрашивали интенсивно. Второй слой буквально сейчас пару капель для цвета. Для цвета. По запаху у смолы запаха практически нет. То есть он отсутствует. Чернила пахнут чернилами. Вот из ручки. То есть нет какого-то там у них определенного запаха. Именно пахом чернилами. Сам видите, как окрашивается это все. Как размешивается это все. То есть мне работать с этой смолой очень сильно понравилось. Не болит голова о том, что получится или не получится. Заливается на ура. То есть если с обычной эпоксидкой, с хозмага, эпоксидным клеем, приходится порой концевать с бубном, чтобы она получилась. Потому что у многих не получается. У многих есть мутные полосы. У многих еще какие-то проблемы. Меня как-то миновало это все. Один раз только получились разводы. Из-за того, что не очень хорошо размешал отвердитель. С этой эпоксидкой подобных проблем нет. То есть она размешивается отлично. А заливает сейчас вы видите как. Берем наш водоем. А палубку я покажу тогда в следующем видео, как делал. Надеюсь, это удастся снять. Потому что, как я посмотрел, то к скотчу смола не пристает. И начинаем нашу смолу заливать. Заливать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Плюс, где-то там подгоню еще. Возможно, покажу, как это будет выглядеть. На данный момент, вот смотрите, как это выглядит. То есть, вот, я залил еще слой. Может быть, даже пузырьки сейчас получится показать. То есть, они уже на поверхности, эти пузырьки. Можно прогревать их феном, строительным. Также будут исчезать. Ну что же, ждем высыхания. Ну что же, наша смола подстывает уже. Уже на подходе. Где-то спустя пару часов, когда она начала уже становиться более-менее вязкой, я сделал кувшинки из бумаги для запекания. Где-то она здесь лежала. Из подобной бумаги для запекания, то есть, из обычной. Просто вырезал, вырезал и клал на поверхность. И они немного даже пропитались смолой. Немного изменили цвет. Но я буду их еще раз раскрашивать, потому что данный цвет мне как-то не нравится. Они будут яркие. сделал немного кувшинок. Кстати, в одном из видео, я не помню честно, в каком, я про эти кувшинки говорил. И там даже было написано название данного растения. Один из пользователей мне написал, потому что я не знал, что это за растение. Сейчас я покажу, как оно выглядит в сухом виде. Но подобным образом оно выглядит в сухом виде. Сейчас я макро сделаю. Вот так вот выглядит оно в сухом виде. Я его выкрашивал в белый цвет. Отрезал прям вот здесь вот ножку вот эту. И вставил в смолу, потому что она уже была очень вязкая. И получились у нас вот такие вот кувшинки. Здесь, прямо во время застывания, то есть после залития, пока смола не вязкая, я сюда делал одну небольшую каплю коричневого акрила в угол и кистью перемешивал внутри. Как я понимаю... Кстати, я нашел эту веточку. Как я понимаю, выско-пигментный акрил дорогой, типа Валеха и прочих, он размешивается. Потому что единожды я пытался размешать обычный акрил из банки. Он пошел хлопьями. Из-за, видимо, малого количества пигмента он идет хлопьями. Но Валеха отлично размешивается. То есть вот здесь вот я немножко добавил и поярче сделал. Здесь тоже поярче, так как здесь будет тряска у меня по углам. А здесь добавил глубины. То есть вот эксперимент со смолой от фирмы Artline. Мне очень сильно понравился. Впереди у меня еще, как минимум, два проекта. Один заказной будет, тоже с водой. Так что мы еще посмотрим, поэкспериментируем с цветами, со всем. Ссылочка на смолу будет в описании. Ссылка на сайт и ссылка на группу ВКонтакте. Если кому интересно, заходите, смотрите. А вот сюда я потратил где-то, ну если в миллилитрах брать, ну где-то 150 мл, может чуть больше. То есть вот здесь вот пробник смолы. Если на сайте смотреть, пробник смолы хватает на выполнение вот подобной работы. В следующих видео мы начнем берег озеленять. И немного землю подправим. Потому что я немного исправлял. Берег был более крутой. Я сделал его более пологим. Всем, кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok